Юле ему исполнилось бы 65. Народный артист планировал концерт вместе с президентским оркестром, но его жизнь оборвалась. Некоторые воспоминания от Руслана Лехно. Руслан, вы работали, вам, так сказать, посчастливилось общаться с Александром Тихановичем, которого мы сегодня вспоминаем. Поделитесь своими, ну, так сказать, воспоминаниями, что ли, об этом светлом человеке. Грустно, правда, вспоминать, потому что, во-первых, грустно от того, что Саши нет. Вот это правда. Но я понимаю, что человек, который был в моей жизни непросто, как человек, который помог, там, телевидение, он многим помог, не только мне. Список артистов большой. Мы еще близки были по духу, потому что нас объединяло не только творчество, но и какие-то такие духовные части жизни нашей и так далее. Это был, я могу сказать, что моим учителем. Человек, который мне дал возможность и шанс впервые в Белоруссии в одном из проектов его, тогда назывался «Хит-момент», выступить довольно-таки долгое время, быть в эфире. То есть это каждый вечер, по-моему, был, там даже люди голосовали. Да-да-да. Знаете, и когда он звонил, например, мне, там, или он мне, или я ему, он никогда не спрашивал, как творчество, как концерты, что у нас, в принципе, и происходит. Когда звонят коллеги, не как дела, а как здоровье. Сколько у тебя концертов? Правда. Он никогда этого не спрашивал. Он спрашивал всегда, как здоровье Руслик? Он мне почему-то говорил «Руслик». Как родители, как семья. Человечность, да? Человечность, конечно. Вот, у нас были несколько поездок таких паломнических, очень таких дел. Мы еще больше, так сказать, близились по духу с Сашей. Вот. И поэтому для меня это, знаете, как уход, потеря там не только друга, учителя. Это такая эпоха. Все-таки вот эпоха большая такая, знаете, глубокая такая. Спасибо большое, Руслан. И еще немного слов от композитора Леонида Ширина. Недавние наши потери, да, это Александр Тиханович. Вроде бы он любимый и был, и остается нашим народным певцом, музыкантом великим, огромным, прекрасным человеком. Я знаю, что вы работали вместе. Да, вы знаете, и работали, и смею надеяться, что и дружили. Вот. Потому что, ну, последние года три мы созванились практически каждый день. И это уже, ну, стало частью меня, для меня лично. Вот. И я счастлив, что судьба подарила мне общение с этим человеком, потому что я уже не знаю, что было важнее, то ли то профессиональное, что, так сказать, он мне помогал в чем и помогал разбираться в чем профессиональном. Либо это было человеческое участие и человеческая помощь. То есть это для меня очень большая потеря. Предлагаю послушать песню под названием «Мелодия сердца» в исполнении Александра, Анастасии и Ядвиги. В эфире она прозвучит впервые. Из семейного архива «Тихановичей». Гнется в небес и льется, наша с тобою дорога, льется мелодия сердца, нам дарованная Бога. Льется мелодия сердца, чистой крыницей каханья, плача душа и смеется у молодых порываний. Мелодия сердца, мелодия сердца, льется крыницей каханья, мне броется светло и щиро пеется с тобою и только с тобой. Мелодия сердца, мелодия сердца, льется крыницей каханья, мне броется светло и щиро пеется с тобою и только с тобой. Медеут аемной просторы, хочется с Богом сустреца, Хочется вечно меж взором слухать мелодию сердца. Ни на войне ты, ни ветер, ни пирожко дескается, нести нам радость по свете, нести мелодию сердца. Мелодия сердца, мелодия сердца, льется крыницей каханья, мне броется светло и щиро пеется с тобою и только с тобой. Мелодия сердца, мелодия сердца, льется крыницей каханья, Мне броется светло и широ пеется с тобою и только с тобой.